Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 29 декабря. Житие преподобного отца нашего Маркела, игумена обители неусыпающих. Преподобный Маркел был родом из сирского города Апамеи и происходил из славного и богатого христианского семейства. В юных летах, лишившись родителей, он пошел в Великую Антиохию, чтобы обучиться там различным наукам, которыми он в скором времени вполне овладел. И тогда возгорелся желанием приобретения также и внутренней, духовной мудрости. Для этого Маркел решил отправиться в Ефес, где, как он слышал, было множество мужей, совершенных в добродетели. Выйдя из Антиохии, он прежде всего раздал нищим все богатое отцовское наследие, которым владел в Апамее. И, презрев таким образом все мирское, вскоре достиг Ефеса. Поселившись здесь у одного благочестивого человека, он начал подвязаться в добродетели под руководством некоего промота, достигшего высокого духовного совершенства, высшего. И блаженный Маркел получал великую духовную пользу, зазирая на добродетельное житие его и других святых мужей Ефесских. Как бы сплетая себе венец из различных цветов, он получался различным добродетелем, имея перед собой различные образы бога угодного жития. Живя в добровольной нищете, он трудом рук своих приобретал потребное для тела. Умея красиво писать, он все ночи проводил в молитве, а дни в переписывании книг. Эти книги он продавал по справедливой цене, и часть денег употреблял на свои нужды, а остальное раздавал нищим. Таково было начало его добродетельного жития. Услышав за тем, что в Византии живет некий Ауа Александр, премудрый и великий в деле и в слове, способный многих привести ко спасению, Маркел покинул Ефес и поспешил к нему. В то время святой Александр пребывал с братьями своей при церкви святого Мины. Впоследствии же он построил на морском берегу знаменитый монастырь, в котором ввел новый устав, повелевавший «Днем и ночью славить Бога непрестанным псалмопением». Братья пели в церкви, сменяясь по часам. Придя в Византию, Маркел познакомился с одним иноком этой обители по имени Яковом, который и привел его к Авве Александру. Авва, провидя в нем благодать Божия, облег его выноческий чин и предсказал о Маркелии и Якове, что они сподобятся многих божественных дарований. А именно говоря о них обоих, он сказал, «А Андрей первый пошел во след Христа, но Иоанн настиг его». Андрея он назвал Якова, а Иоанном Маркела, ибо видел, что оба одинаково горели духом к Богу. Если Яков, подобно апостолу Андрею, первый взял на себя Иго Христова, то Маркел, подобно апостолу Иоанну, превзошел его многими дарованиями. А Маркел был воистину подобен святому Иоанну, девственнику и богослову, своим непорочным девством и богодухновенной премудростью. Подвязаясь в достаточное время в этой обители, Маркел стяжал дар прозорливости. И проведя скорую кончину своего учителя Авва Александра, а также и то, что по представлению Аввы честь и настоятельство будет предложено ему, Маркел тайно вышел из монастыря. Будучи еще юным, он не захотел властвовать над старыми и иметь подначальных в себе. Предпочитая сам находиться под началом, он начал обходить окрестные страны, посещая подвязающихся различным образом отцов, и от каждого из них получая для себя особую пользу. Тем временем святой Александр отошел ко Господу. Вся братья единодушно желала иметь на его месте Маркела и скорбела, не находя его нигде. Не найдя Маркела, поставили начальником обители некоего Иоанна, мужа преклонных лет и благоразумного. Узнав об этом избрании, святой Маркел немедленно возвратился в свою обитель, и вся братья радовалась его возвращению. Авва Иоанн весьма любил его. Ибо он был ему весьма полезен, как бы правая рука его. Спустя некоторое время Авва Иоанн перенес монастырь в другое, более уединенное место, в Вифинии, против города Суссиния, называвшееся Иринеум, что значит «мирное», ибо это место, удаленное от народной малвы и шума, было воистину мирным прибежищем для иноков. В перенесенном монастыре неизменно сохранился также и его прежний устав, данный преподобным Александром, и повелевавший братья посменно днем и ночью славословить в церкви Бога. Ради этого устава монастырь вносил название «обители неусыпающих». Вся постройка на новом месте и заботы о монастыре были поручены Маркелу, как человеку верному и благоискусному во всяком деле. Ему же вскоре надлежало принятие самое начальство над монастырем, что и сам он провидел своими прозорливыми очами, и о чем также было открыто Богом некоторым из братьев. Игумен одного ближнего монастыря Македоний, не тот Македоний, который был духоборцем, а другой, тот был из числа отверженных. Еретик Македонии не признавал Духа Святого Богом, а считал его тварью, не имеющей участия в божестве и славе Отца и Сына. Ерес Македонии осуждена на Втором Вселенском Соборе в 381 году. А сей из числа преподобных, муж прозорливый, предсказал преподобному Маркелу, что тот не только будет пастырем словесного стада, но что и самое имя его прославится по всей земле ради добродетельного жития его и святости. «Много еленов и варваров, — говорил он, — наученных им, оставят отеческое заблуждение и обратятся к Богу, и Бог будет прославляем через него». Преподобный же Маркел был столь смиренен, что не гнушался сам пасти монастырских ослов, и братья едва удалось умолить его, достойного стать пастырем словесного стада, перестать пасти бессловесных. В скором времени Авва Иоанн отошел ко Господу, и блаженный Маркел был поставлен игуменом обители неуступающих. И был он весьма милостив к нищим, ежедневно питая множество алчущих. И Бог поспешистовал его доброму служению. Как он некогда умножал пять хлебов и две рыбы для пропитания пяти тысяч человек, так и в обители Маркела малое количество пищи, невидимо и чудесно умножалось, так что хватало не только для братьев, но и на ежедневное пропитание множества нищих и странников, как о том будет рассказано далее. Словесное стадо Маркела увеличивалось, и братья ежедневно пребывали в числе. Для столь большого числа духовных мужей, собравшихся к Маркелу ради его добродетелей, потребовалась более пространная ограда, более обширный храм для молитвы, большие запасы пищи и многие необходимые для жизни человеческой потребности. Маркел же в то время истощил все на пропитание нищих. Но Бог, на которого преподобный возложил все свое упование, не оставил рабов своих и следующим образом доставил все необходимое. Был некий муж по имени Фаретри, обладавший большим богатством. Возлюбив благочестивую жизнь, он пришел к преподобному Маркелу, приведя с собой двух сыновей своих еще малых отраков, и изъявил желание стать иноком. Он даровал обители все свои богатства, и вскоре был облечен в иноческий чин вместе с обоими сыновьями. На пожертвованное им имение была прежде всего выстроена новая каменная церковь, прекрасная и обширная. Затем была перестроена вся ограда монастырская и воздвигнуто множество новых келей, а ветхие келии были обновлены. Кроме того, была устроена больница, а также странноприимный дом, и было закончено постройкой все необходимое. Пища, одежда и прочие потребности были приобретены для монастыря также на средства, пожертвованные Фаретрием. Так бог-промыслитель, ищущим прежде царствие Божией правды, его все сие приложил. Слава о преподобном Маркеле и об установленном в его обители непрестанном словословии распространялась повсюду. Многие соревновали этому уставу и вводили его в своих монастырях и спрашивая себе наставников у преподобного. И как реки испекали из Эдема, так из обители Маркела расходились по всем монастырям, расположенным в разных странах и городах уставы, и обычаи иноческого жития и непрестанного церковного пения. Во всяком монастыре игуменами были иноки из обители Маркела, и везде соблюдался чин обители неусыпающих. И Маркел был чиноначальником, архимандритом, законодавцем и управителем всех монастырей, какие только были в той стране. И многие из греков и варваров обращались к истинному богу по наставлению Маркела, согласно пророчеству, упомянутого выше прозорливого Македония. Так лики земных ангелов, день и ночь словословящих бога, все более и более умножались. Надлежит теперь поведать о чудесах преподобного Маркела. Некие три епископа были взяты в плен варварами. Освободившись из плена, они возвращались домой. Но так как путь их пролегал мимо обители преподобного Маркела, то они свернулись с дороги и зашли к нему. Он с любовью принял и успокоил их, упокоил, и когда они собрались в обратный путь, то пожелал дать им что-либо на дорогу, как людям весьма бедным, призвав эконома по имени Иулиана, преподобный спросил, сколько у него в хранительнице денег, в хранилище. Десять серебряников, ответил тот. Тогда Маркел повелел отдать все деньги тем трем епископам. Но эконом пошел и дал каждому только по одному серебрянику, а прочее удержал на нужном монастыря. Духом провидя это, святой призвал эконома и велел ему непременно отдать епископам и прочие серебряники. Тогда эконом дал им еще по два, и, стратив таким образом девять, все-таки удержал десятые. И это он сделал ради нищих, ежедневно приходивших в монастырь. После этого один благочестивый человек, побуждаемый духом, пришел к преподобному и дал ему на нужном монастыря девяносто талантов золота. Талант равнялся приблизительно полторы тысячи рублям. Тогда преподобный Маркел призвал эконома Иулиана и с гневом начал обличать его скупость. Вот Бог хотел нам послать рукой этого благочестивого человека сто талантов, но так как ты удержал один серебряник, прислушав мое повеление, то наш общий промыслитель, хотевший воззнать нам старицы, лишил нас девяти талантов. Один серебряник равнялся двадцати двум копейкам. Престиженный эконом упал к его ногам, прося прощения. Преподобный обладал также благодатью подавать исцеление болящим. Он исцелил одним прикосновением монаха Илпидия, имевшего во рту болезненную опухоль. Также урочевал он своим прикосновением монаха Стефана, страдавшего сильной желудочной болезнью. Так что никакое лечение не помогало ему, и он уже отчаялся в своей жизни. Святой исцелил его до трону слеза чрева и хребта его. Когда разболелся вышеупомянутый эконом Иулианский, уже был близок к смерти, преподобный подал ему двойное врачевство, душевное и телесное. Он сперва научил его не приступать по велению игумена и не уповать на временное богатство, а полагаться на Бога, равно о всех заботящегося. И таким образом, исправив его душу, он исцелил его и от телесной болезни. Надлежит поведать ей о еще более чудесном событии. Один еврей страдал неизлечимой болезнью. Он имел на теле своем смрадные язвы. Когда оказалось тщетным уже все искусство врачей, и больной отчаялся в излечении, тогда он прибег к преподобному Маркелусему, скорому и бескорыстному целителю, как в своей последней надежде. Преподобный спросил еврея о вере. И когда узнал о его злочестии, то сказал, что ему невозможно получить исцеление, если он раньше не отступит от своего нечестия и не примет христианской веры. И еврей обещал, что тотчас же обратится ко Христу, как только получит исцеление. Преклонившись к его мольбе, старец исцелил своей молитвой болящего, и исцеленный немедленно принял веру христианскую. Но не прошло еще и четырех дней, как еврей снова вернулся к своему нечестию. Возвратилась к нему также и его прежняя болезнь, как за верой последовало исцеление, так и за отступничеством его прежняя болезнь. Принужденный, хотя и против воли, снова прибегнул к святому. Он опять отрекся от своего нечестия, присоединился к благочестию и преклонял на милость незлобивого отца. Получив исцеление в другой раз, он по истечении немногих дней вновь, как свинья, вкал тинный пошел, и опять постигла его еще более жестокая болезнь. Что же сделал нечестивец? Он снова бесстыдно прибегает к святому. И так повторялось несколько раз. Наконец преподобный сказал ему, «Знай, человече, что не меня ты обманываешь о Христа, ибо не я исцеляю тебя, но Христос, и ты не можешь утаить перед его всевидящим оком нечестие твоего сердца, почитая его устами, а сердцем далеко отстоя от него». На словах исповедуя благочестие, а на деле уклоняясь к своему прежнему злочестию. «Без всякого лукавства обратись всем сердцем ко Христу, и ты тотчас же исцелишься, и не только телом, но и душою». Но нечестивый и несмысленный еврей ответил святому, «Что бы мне ни пришлось терпеть, никогда не оставлю веру отцов». Услышав эти слова, преподобный молча ушел от него. А еврей, немного отойдя от обители, внезапно упал и стал мертв как телом, так и душой. Узнав об этом, святой отец плакал и сказал, «Не искушай Господа Бога твоего». Но продолжим наше повествование об исцелении верных. Один человек по имени Кир, ставший впоследствии великим в иноческом житии и многим послуживший на пользу и укрепление. Прежде принятия иночества обладал большой телесной силой и искусством в борьбе. Неожиданно по хущениям Божьим дьявол поразил его с ног до головы гнойной болезнью, как некогда Ева. Изгнила на нем не только вся кожа, но и плоть, и жилы, так что видны были одни обнаженные кости. Как велики были страдания этого человека, нельзя даже и описать. И невозможно было ему излечиться никакими врачествами человеческими, но только божественными, подателем которых и был святой Маркел. Когда больной припал к нему со слезами, моля об исцелении, блаженный тотчас же воздел к небу руки и по обычаю сотворил усердную молитву о болящем. Прикоснувшись затем рукой к его язвам, он сказал, «О, добрый человек, не подобает этим страданиям одолеть тебя и неприличествует борющимся с невидимыми врагами иметь попеченье о теле. Уповай! И если изберешь вышнего прибежищем твоим, то удалится эта язва из хромины тела твоего». Так говорил святой, «И болезнь немедленно оставила того человека. Язвы стали покрываться плотью, видимо, для всех, подобно тому, как описывается это в пророчестве языки, лежило и исправлялись, суставы укреплялись и покрывались кожей. И Кир сверх всякого ожидания быстро выздоровел и подавал угодник Божий по благодати, данный ему от Бога чудесное исцеление не только тем, до коих прикасался своими руками, но даже и далеко отстоявшим от него. Супруге некоего диакона Евгения настало время родов, но она не могла родить. И ни врачи, ни поевальные бабки не могли оказать ей помощи. Уже все отчаялись в ее жизни, и она лежала без сознания. Тогда муж ее диакон Евгений припал к стопам преподобного и со слезами стал умолять его о помощи. Преподобный помолился и, благословив хлеб, дал его диакону, чтобы тот поскорее положил на грудь болящий. И как только это было исполнено, жена родила младенца и освободилась от страдания. Придя в себя, она стала спрашивать, где инок, разрешивший мои страдания? Где освободивший меня от смерти? На вопрос же, кто тот инок, о котором она говорит, и каков он лицом? Женщина описала внешние облики вившегося ему инока. И все узнали. Что это был преподобный Маркел, который явился ей и избавил ее от смерти? Этот блаженный отец достиг такого совершенства в иноческой жизни, что ради непорочности и святости его ангелы сожительствовали ему. Игумен одного монастыря, расположенного при реке Ефрате Сергий, много слышав о преподобном, пришел, чтобы увидеть его, и увидел несравненно больше того, чем ему рассказывали о Маркелле. Однажды они стояли вместе на молитве. И Сергий увидел, что когда преподобный Маркел преклонял колено, то два светлых ангела поддерживали его с обеих сторон и поднимали из земли. Лицо же его во время молитвы становилось светло, как молния. Увидев это, Сергий затрепетал от страха, и душа его едва не покинула тело от ужаса. И другим великим отцам Бог также давал откровения об угоднике в своем Маркелле. Елисей Игумен Десского монастыря желал увидеть святого и узнать о его житии. Когда он молился об этом Богу, то Господь явил ему в видении Маркела таким, каков он был по своему внешнему виду, и открыл ему высоту его добродетелей. Об этом Елисей впоследствии рассказывал ученику святого Маркела Петру, случайно находившемуся у него. Гавдиолу Игумену монастыря, расположенного в городе Помпеи, при море Евксинском, теперь Черное море, было открыто, что Маркеллу дана от Бога благодать, равная законодавцам Моисеем. Гавдиол засвидетельствовал об этом в полласти ученику Маркела. Поистине преподобный обладал даром пророчества, ибо что он кому-нибудь прорекал, то всегда и сбывалось. Однажды пришел к нему один епископ, очень скупой, блаженный, попросил у него взаимы два злотника, равняется 25 серебрянкам, то есть около 5 рублей 50 копеек, для раздачи нищим. Но епископ отказал ему, и не дал, сказавши, что не имеет сам. Тогда преподобный пророчески сказал ему, «Вскоре не будешь ты иметь даже и собственного тела своего, которое будет принято могилою. Золото же твое достанется монастырской братии». Так и случилось. Не прошло и двух дней, как епископ умер, а имущество его было отдано в обитель преподобного, согласно его пророчеству. Преподобный провидел далеко от стоящее, как бы находящееся вблизи. Однажды ученики его плыли по Евгксинскому морю в кораблях ради какой-то монастырской нужды. Была великая буря, море волновалось, и они уже отчаявшись в своей жизни. В это время преподобный явился им и спас их, благополучно приведя к пристани. Когда они были в городе Анкире, один из них по имени Павел сильно разболелся, и иноки, бывшие с ним, уже помышляли оставить его там. Когда больной вздохнув из глубины сердечной, со слезами воскликнул, «Отче Маркели, где же твои молитвы? Ты вручил меня Богу, а я вот погибаю, и что всего прискорбни, погибаю вне твоего стада и вдали от моих братьев». Так со слезами говорил больной в городе Анкире. И преподобный в обители услышал его плач и болезнование и сказал ученику своему кисарию, что один из постных на службу братьев обретается в скорби и болезни. Ставши он помолился о нем. И Павел тотчас выздоровел. Кисарий же заметил время, и когда братья вернулись, то оказалось, что Павел выздоровел в Анкире в тот самый час, когда святой отец провиде его болезнь молился о нем. Однажды Бог наказал землю великим голодом. Натальник житницы монастырской по имени Малх пришел к преподобному и известил, что жито уже приходит к концу, и хлеба едва хватит на десять дней. «Ступай», — ответил ему святой, «и исполняй свое послушание, ни о чем не заботясь». Полагая, что Авва надеется, что откуда-нибудь издалека будет доставлен в изобилии хлеб, Малх по обычаю продолжал раздавать и житнице хлеб не только на потребности братья, но и убогим. Прошло пять дней, в житнице уже совсем мало оставалось хлеба, и Малх снова пришел к Кавве, извещая об оскудении жито. Но Авва опять, как и в первый раз, отостал его к своему делу, повелевая ему не заботиться об этом. Спустя два дня в житнице ничего больше не осталось, и Малх в смущении вернулся к Кавве. Преподобный вставший пошел к житнице и велел Малху отпереть ее. Малх же склятво и уверял, что не осталось и одного зерна, и незачем отпирать, однако отпер. И вот он увидел житницу, полную всякого жито, и пришел в ужас. Преподобный же укорил его за неверие. И с этого времени житница не оскудевала, пока не минул голод. Сколько заведующий ею потреблял в один день, настолько же она оказывалась наполненной наследующей. И таким образом преподобный прокормил во время голода не только братья, но и великое множество нищих и убогих, странников и пришельцев. Дивны все эти дела Господни, совершенные угодником его Маркелом, но далее следует еще более чудесное событие. Некто Павел, не тот, о котором было говорено выше, но другой, монах иной обители, страдая тяжкой болезнью, послал к этому святому с мольбою, чтобы тот пришел к нему. Дойдя до обители Маркела, постный застал его беседующим о догматах церковных с епископом Халкидонским. И святому нельзя было отправиться к больному, прежде чем он не окончил свою беседу с епископом о делах церковных. Тем временем больной скончался. И когда преподобный пришел, то уже все обряды над усопшим были совершены, и его выносили для погребения. Обладая великой верой, святой отец воззвел к небу свои телесные и духовные очи, усердно помолился Богу в тайной клете сердца своего, как он имел обычай делать, и положил руку свою на умершего. Некоторые из присутствовавших мысленно насмехались, говоря, что это сей старец не верит в смерти лежащего брата и испытывает рукою. Когда они так думали, а святой касался усопшего своей рукою, последний внезапно ожил, поднялся, сел на одре и начал говорить. Все пришли в ужас и трепет от этого страшного чуда. Преподобный же запретил присутствовавшим говорить об этом. Но величие Божие и столь высокие дарования его в преподобном не могли утаиться. Подобает нам сказать также и о силе и власти, какой преподобный Маркел имел над бесами. Подобно праху, возметаемому великим ветром, изгонялись бесы из людей его молитвами. А однажды приведены были к нему четыре бесноватых, жестоко мучимых бесами, которые возопили к святому. «Повели нам выйти, ибо ты имеешь власть над нами!» Но святой молчал и даже не смотрел на них, а только про себя молился Богу. «Господи, помилуй твое создание!» Он хорошо знал коварство бесов, хотевших вовлечь его в высокоумие своими лукавыми словами. И пока святой обезмолвствовал, бесы вышли, побежденные его смирением. Но кто будет в состоянии подробно поведать о чудесах преподобного Отца нашего? Кто измерит Божью благодать, почевавшую на нем? Кто выразит словом его великую веру, которую мог он творить подобные дела? Не достанет времени для повествования о всем. Вот одно из его бесчисленных чудес, достаточное для пользы нашей и для прославления дивного во святых своих Бога. Однажды в Византии произошел великий пожар, и весь город был объят пламенем, казнимый Богом за грехи своих жителей. Не было никакой возможности угасить неукротимую силу огня, поедавшую все сильным вихрем и обращавшую все в пепел. Уже не было надежды, чтобы хотя один дом уцелел от пожара, ибо весь город был кругом объят пламенем. Узнав об этом, преподобный Маркел стал на молитву, воздев руки к небу и проливая слезы из очей. И вот огонь немедленно остановился и не пошел дальше, и половина города спаслась. И востя огненная сила внезапно угостилась как бы великим дождем каплями слез преподобного. После того случилось еще следующее. Один вельможа по имени Ардавури, сын Аспара, жестокий нравом и орианин по вере, разгневался на одного из своих подчиненных именем Иоанна и хотел убить его. Не имея места, где скрыться, Иоанн бежал в обитель преподобного Маркела. Ардавури, узнав об этом, послал рабов, чтобы взять его оттуда, но преподобный не выдал его. Вельможа снова послал рабов к Маркелу с просьбою, а вместе и с угрозой немедленно отдать Иоанна, но преподобный и этих отпустил ни с чем. Тогда разгневанный Ардавури послал вооруженных воинов, чтобы они силой извлекли Иоанна из монастыря и убили мечом тех, что станет сопротивляться. И вот когда воины с обнаженным оружием обступили кругом обители и намеревались овладеть оградой, братья пришли к святому и с плачем умоляли его выдать Иоанна воинам, дабы из-за него и они не погибли неповинно. Но преподобный не послушал братья, ибо был весьма милосерд и не хотел выдать на смерть человека неповинного, и обратился к оружию духовному, к силе честного креста, оградившись с которым он сам вышел навстречу воинам. И тотчас же великий страх напал на всех воинов. Они узрели крест, сиявший как солнце, а вокруг него великое пламя, молнии и громы. Побросавшие оружие, они в ужасе бежали к пославшему их, услыхав об этом Ордавурии сам пришел в ужас и, укротив свой гнев, простил Иоанна. Так как здесь было упомянуто об Ордавурии и об отце его Аспаре, то не лишним будет поведать и об их кончине, о кое было открыто преподобному. Аспар, происходивший из готского племени, был первым после царя по знатности и по могуществу и начальством над всем греческим воинством. У него было два сына, старше Ордавурии, а младше Патрикии. Он во многом старался противодействовать царю и со всем своим домом тайно враждовал против царского рода. Аспар причинял много зла церкви Христовой тем, что помогал Арианам. Благочестивый же и христолюбивый царь Лев царствовал 457-474 годы, названный великим, был кроток и богобоязнен и терпел его до времени, отчасти по незлобе, отчасти же потому, что вся сила греческого воинства, среди которого было тогда множество Ариан, была привержена к дому Аспара и повиновалась ему. Этому злощестивому дому суждено было вскоре погибнуть. Преподобный Маркел имел о нем во сне следующее видение. Лев боролся со змием, который, будучи безмерной величины, бил его хвостом и одолевал. Побеждаемый лев скорбел и тщетно обходил вокруг змеи, не будучи в состоянии причинить ему какой-либо вред. Затем оба левой змеи легли отдохнуть утомленные борьбой. Спустя немного времени лев отдохнул и, собравшись силами, внезапно, как бы пробудившись от сна, устремился на змея с великой яростью и победил его в ударе по землю. Узрев это в видении, Ава Маркел предрек, что Аспар погибнет от царя со всем своим домом, ибо виденный лев прообразовал царя льва, великий же змей Аспара, который был воистину змием, уязвляющим православие и наносящим ему вред своим арианским злочестием. В скором времени видения и предсказания святого сбылись. Благочестивый царь лев пожелал своей милости и благостью примирить с собой Аспара и сыновей его из врагов, сделать их себе друзьями, а также старался привести их к благочестию. Поэтому ариану младшему сыну Аспара Патрикию, которого и хотел оставить по себе царем, ибо не имел сына и намеревался возвести на престол своего зятя. Но тогда в благочестивом народе поднялся ропот. Все устрашились, что церковь Христова будет до конца унижена наветами злобой Ариан, ибо зять царя был арианином. Все православные, собравшись вместе с епископами и священниками, взяв с собой святого царца Маркела, пошли к царю на ипподром и сказали ему, чтобы он не возводил на царский престол еретика, но чтобы зять царя или отрекся от арианской ереси, или же, если хочет непременно пребывать в ней, не принимал царского достоинства. Успокаивая народ, царь Лев всячески обещал привести зятя к православию. И хотя зять, хотя и из лукавства присоединился к истинной вере, однако ропот в народе не умолкал. В это время обнаружились козни Аспара и злоба его открылась, что он не только стремился к царскому венцу, но и искал вместе со своими сыновьями главы царя и намеревался убить его. Тогда весь народ восстал против дома Аспарова, не вынося ему коварства и всячески погубить его, но Аспару, боявшись, бежал с сыновьями своими в Халкидон и заперся в церкви мученицы Ефимии, причем множество воинов стояло вокруг церкви и охраняло его безопасность. Но после примирительных речей царя он вышел оттуда и возвратился снова в Царьград. Вскоре затем и сам Аспар и сын его Ордавури были убиты Зиноном по приказу царя. Зять же царев Патрики был сослан в заточение, а обрученная ему царевна Ариадна была выдана замуж за Зинона, приявшего впоследствии по смерти царя Льва и греческое царство. Так погиб нечестивый род Аспаров, побежденный Львом по пророчеству святого. Но возвратимся опять к преподобному Маркелу. Когда народ со святителями и с пресвитерами, а также и с преподобным Маркелом шел к царю Льву на Ипподром, то многие из верующих удостоились видеть, как ангел Божий в образе прекрасного юноши, облеченного в белую одежду и припоясанного золотым поясом, сопровождал святого Маркела и поддерживал его под руку. Видели же это во все то время, когда он шел с народом и когда возвращался назад вплоть до дверей своего жилища. Доведя его до дверей, ангел стал невидим. Отсюда явствует, сколь любим был Богом блаженный отец наш Маркел, ибо он посылал ангелов своих для служения Маркелу, чтобы водить и охранять его в пути. Избывались на нем слова Писания, ангелом своим заповедует о тебе, охраня тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею. Шестьдесят лет прожив в иноческом подвиге, преподобный Маркел приблизился наконец к блаженной кончине своей. И сравнялся он с пророками прозорливостью, патриархами верою и несомненным упованием на Бога, с мучениками повседневным умершлением тела. Он уподобился боговедением пророку всем апостолам, ибо он был для всех источником исцелений и рекою чудесных благотворений. Когда преподобный лежал на одре болезни, множество иноков со слезами окружали его. В числе их был некто именем Лукиан, знатного происхождения, презревший все мирское, вступивший на путь иночества, и более иных преуспевший в добродетельном житии. Плача сильнее других, он молил святого, чтобы тот не оставлял его без своего руководства, как бескормчиво бедствовать в море здешней жизни, посреди волн искушений, но взял бы его с собою. Возрев на него, преподобный сказал, дерзай, чадо, ибо вскоре после моего отшествия и ты пойдешь вслед за мною. Из окрестных монастырей собрались игумены и братья, а из старского града пришли святители и вельможи, посетить болящего и дать ему последнее целование. Преподобный же подавал каждому надлежащее наставление и много беседовал с ними о пользе души и о вечной жизни. Затем он велел им на время отойти от себя, как бы показывая этим, что желает немного уснуть. Когда же все отошли, он уснул блаженным и вечно покойным сном, придав в руки Божии святую свою душу. Преподобный Маркел скончался около 486 года. Погребли его в церкви, построенной им же самим. Блаженный же Лукьян неотступно плакал на его гробе, и вот в пятый день явился ему в видении преподобный и сказал, что ты скорбишь, разве не веришь, что я умолила тебе Бога, и ты немедленно же будешь со мною? На третий день после этого видения Лукьян почил о господи, пережив своего отца и наставника на восемь дней. Так и по представлению своем исполнил преподобный Маркел свое пророчество, скоро взявший к себе согласно обещанию любимого ученика своего Лукьяна, и пристался святыми, с коими сравнялся добродетельной жизнью. Святейшему всех святых владыки своему вечной радости и веселье, коих и мы досподобимся его молитвами, благодатью и же Господа нашего Иисуса Христа, которому слава вовеки аминь. Богу нашему слава вовеки веков аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.